Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Мы продолжаем читать Евангелие от Матфея на библейском портале экзегет. И сегодня мы читаем 11 главу. И когда окончил Иисус наставление двенадцати ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие боговествуют, и блажен, кто не соблазнится обо мне». Иоанн Креститель, который заключен в тюрьму к тому времени, он посылает учеников спросить, «Ты ли тот, который должен прийти?» То есть, «Ты ли Мессия, предсказанный пророками?» Или нам еще кого-то ждать? Это может вызвать недоумение, потому что иногда люди говорят, «Ну как же, мы читаем, что Иоанн Креститель, он же крестил Иисуса, он же исповедовал, что вот есть Агнец Божий, он же знает точно, что Иисус есть Мессия». И тут есть два варианта тракования. Одни говорят, что Иоанн не колебался в своей уверенности, что Иисус есть Мессия, но послал учеников, чтобы вот ученики убедились. Ну, мне кажется более правдоподобным то, что как раз Иоанн, оказавшись в тюрьме перед лицом тяжких испытаний, мог прийти в некоторое сомнение, в колебание, в уныние. И это психологически понятно, это естественно. Люди могут переживать то момент веры, момент подъема, то наоборот, в какой-то момент колебаний, и посылают учеников, и Иисус ему говорит, слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат. Это осуществление ветхозаветных пророчеств о Мессии. Происходит ровно то, что должно происходить. Те чудеса, которые являются визитной карточкой Мессии. «И блажен, кто не соблазнится обо Мне», то есть тот, кто не соблазнит, не впадет в грех, не впадет в неверие, тот, кто будет веровать в Меня. То есть Иисус явно подтверждает свой мессианский статус, Он указывает на библейские пророчества о Мессии. Когда же они отпошли, Иисус стал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человек или одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано. Сей я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От ней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. О чем здесь идет речь? Иоанн Креститель – последний в ряду пророков, которые предвещали приход Мессии. Все они предвещали, а Иоанн не только предвещал, он его лично встретил. И поэтому не восставал больше Иоанна Крестителя. Но теперь с приходом самого Христа наступает новая эпоха, когда даже меньший в Царстве Божьем, меньший среди христиан, имеет большую близость к Богу, чем даже Иоанн Креститель. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царства Небесной силы берется, употребляющие усилия восхищают его. Этот стих несколько неясен, существует два альтернативных толкования. Один получил особое распространение в православной эскетической традиции, то, что речь идет об усилиях для христианской жизни, об усилиях, которые прилагает христианин, входя в Царство Небесное. Другое возможное толкование этого текста предполагает, что Царство Небесное разоряют склонные к насилию люди. То есть, Царство Небесное, оно подвергается нападкам со стороны вот этих враждебных, насильственных людей. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Иоанн вот завершает эту последовательность пророков. Он есть Илья, которому должно прийти, как сказано в Ветхозаветном пророчестве. Вот я пошлю вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Славного. Иоанн Креститель исполняет вот это служение Ильи. «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел сын человеческий, и ест, и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мотарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее». И Господь здесь укоряет людей, на которых не угодишь. Вот приходит Иоанн Креститель, который очень строгий аскет, и ему не хотят поверить. Приходит сын человеческий, и здесь Иисус себя прямо отождествляет сыном человеческим, ест и пьет, и говорят, а вот он обжор и пьяница. То есть получается, что на них не угодишь. Когда человек не хочет уверовать, то он найдет себе миллион отговорок ему. И этот священник не такой, и этот не такой там. И эти его не устраивают, и другие. И поэтому он ничем, ничто его не пробивает, потому что он не хочет. Как бы какого священника к нему Бог не послал, он его все равно не станет слушать. И оправданно премудрость чадами его. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлено были силы, явленные у вас, то давно бы они во вредящие пепли покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ады не извергнешься. Ибо если бы в Содоме были явлены силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет день суда, нежели тебе. Господь упрекает города, где люди не покаялись, видя его чудеса. И действительно, когда люди сталкиваются с явными проявлениями силы Божьей, с какими-то явными чудесами, это означает не только возможность, это означает еще и суд. Иногда люди говорят, что почему Бог не дает мне еще чудес? Иногда человек говорит, вот мне бы чудес Бог послал, я бы сразу веровал. Я помню, как я читал беседу между верующим и неверующим. И неверующий, это был, если я не путал, Ричард Докинс, он сказал, ну если бы Бог хотел, чтобы я в него верил, он бы мне бы какой-нибудь дал вот такое знамение, чтобы я не мог его отрицать. И его верующий собеседник ему говорит, ну представим на минуту, что Бог дал бы вам это знамение, как бы вы реагировали. Он подумал минуту и говорит, вы знаете, я бы подумал, что у меня галлюцинация. Вот человек может отвергнуть любые чудеса, любые знамения, которые ему Бог пошлет. И в то же время это сделает его более виновным, это сделает его решение отказаться более необратимым, более решительным. Человек, который говорит нет Богу в ситуации, когда у него нет каких-то явных свидетельств, и человек, который отвергает явные уже свидетельства, они принимают решение в разных условиях, с разными последствиями. И чудеса, когда человек их отвергает, делают его более виновным. То есть Бог дал ему больше, Бог дал ему чудеса, и этот человек эти чудеса отверг, и тем самым он свою душу еще больше окаменел, еще больше ожесточил. И поэтому горе таким людям, которые столкнувшись с какими-то явными знамениями, явными чудесами, они пребывают в неверии и противлении. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл Тому Оденцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». Бог утаил от мудрых и разумных, то есть от людей религиозных, от фарисеев, которые день и ночь получались в Писании, которые имели репутацию людей мудрых и разумных, но, к сожалению, с этой их мудростью и разумностью сочеталась гордость и надмение, которое мешало им смириться и принять слово Иисуса Христа. Муаденца, то есть люди, которые не ученые, простые, отозвались на эту проповедь с большой простотой. «Все предано мне Отцу моим, никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». Здесь речь идет об уникальных отношениях Иисуса Христа с Богом. Мы видим, что никто не знает сына, кроме отца. Отца не знает никто, кроме сына. То есть никто не обладает таким познанием Бога, как один только сын. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Христос призывает прийти к Нему всех труждающихся и обремененных, чтобы они могли обрести покой. Иногда у людей возникает абсолютно ложное представление о христианской вере, о каком-то наборе тягот, наборе каких-то тяжких запретов. На самом деле тяготы и страдания приносят грех, а Христос дает мир и покой душам нашим. Когда мы приходим к Нему, когда мы научаемся уповать на Него, мы обретаем покой и мир душам нашим, потому что Его иго благо, и бремя Его легко. Мы с вами прочитали 11 главу Евангелия от Матвея на библейском портале Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...